На что в России есть деньги? На детей войны, переживших самый большой уже столетия, нет денег. На новые яхты для бизнесменов есть деньги. Россия занимает первое место в мире по количеству супер-яхт. Сколько же стоят эти плавучие дворцы? Начнем с малого. Яхта Алишера Усманова «Амара» обошлась ему в 20 миллиардов рублей. Судно Юрия Шеффлера немного подороже – 26 миллиардов. Новая яхта Андрея Мельниченко под названием «А» обошлась почти в 29 миллиардов рублей. Это вторая яхта бизнесмена. Старенький моторный корабль стоил всего-то 20 миллиардов. Но круче всех Роман Абрамович. Его новенькая роскошная яхта оценивается в целых 120 миллиардов рублей. На эти деньги можно было содержать детей войны целый год. 10,5 миллионов людей, которым действительно нужна помощь, могли бы жить целый год на стоимость одной игрушки Абрамовича. А ведь это уже его седьмая яхта. Некоторые парусники он перепродал или просто подарил. Единая Россия и Народный фронт зарубили закон КПРФ о детях войны, потому что в России нет денег на благополучие простых людей. Зато есть на новые яхты для бизнесменов. Хватит наживаться на нас. Альтернатива есть. КПРФ Мы считаем, что предложение предоставить социальную поддержку из федерального бюджета всем, кто родился и жил в период времени, указанных в законопроекте, нам представляется ошибочно. Правительство Российской Федерации указанный законопроект не поддерживает. Наши коллеги из Комитета Совета Федерации по социальной политике закон не поддерживают. Учитывая изложенное, Комитет рекомендует Государственной Думе отклонить законопроект предосмотрения в первом чтении. Комитет рекомендует Государственной Думе